Появилось изображение. Здравствуйте всем. Очень приятно, что пришли. У меня тоже своего рода сегодня дебют. И я впервые веду вебинар, но тем не менее. Давайте приступим. Я хочу вам сегодня рассказать об уникальном образовательном ресурсе, который представляет издательский дом Директ Медиа. Этот образовательный ресурс – интернет-портал, арт-портал «Мировая художественная культура». Огромная база данных, о которой сейчас я вам расскажу. Это уникальная библиотека изображений. И найти ее в интернете достаточно легко. Всего лишь нужно набрать в поисковике «Арт-портал. Мировая художественная культура». И, собственно, он будет первым в выдаче. Интересный дизайн сайта, с которым мы сейчас с вами познакомимся. Надеюсь, вы видите сейчас на экране. Приблизительно вот так выглядит главная страница сайта. Идет слайд-шоу. Здесь не видно, безусловно. Идет слайд-шоу самых интересных, ярких шедевров мировой живописи. И название «Арт-портал». Ну, а слева, как видите, можно увидеть навигационные иконки, которые символизируют собой все виды, самые важные виды искусства. Скажем так, палитра живописи, далее карандаш графика, ордер колонны, архитектура, далее скульптура, яйцо. Это декоративно-прикладное искусство, маски, театральное декорационное искусство и книга, это книжная миниатюра. Все это представляет собой основные виды мирового искусства. И на сайте на этом представлено более 100 тысяч изображений в высоком разрешении всех, наверное, практически всех шедевров из зарубежного и отечественного искусства. А также атрибутика и комментарии, описания профессионалов. Сейчас мы все это с вами более детально изучим. Пока хочу вам сказать, что, ну, наверное, максимально для кого это будет удобно и интересно, это студенты и школьники, которые изучают мировую художественную культуру и историю изобразительного искусства. Для них этот ресурс просто бесценный. Для учителей, которые преподают эти дисциплины, это также очень серьезный подспорь, поскольку, я вам покажу, здесь располагается очень много важных учебников, информации, которые просто вот так вот очень сложно найти. И как пользоваться этим уникальным ресурсом, мы сейчас с вами и попробуем сделать. Итак, представляем, что эти иконки, каждый из них выдвигается, видите, живопись, графика, все, как я вам и говорила. И нажимая, скажем, ну, виртуально нажимая сейчас на живопись, мы с вами переходим в раздел живописи. И видите, здесь более 20 тысяч превью. Это шедевры мирового искусства всех практически стран, включая Россию. На самом деле, на сайте, опустившись ниже, можно бесконечно это пролистывать. Здесь в слайд-шоу буквально несколько видно картинок, но уже видно, что это совершенно разные по стилю, совершенно разные по методике стран. И проводя курсоры по этой странице, можно сразу будет увидеть какую-то минимальную информацию всплывающую. Это будет приблизительно выглядеть вот так. Допустим, мы проводим на превью картины, знаменитой картины Леонардо да Винчи. Вот она появляется, написано, что это Мадонна Литой и год ее создания. И далее мы с вами виртуально, опять же, кликаем на эту картину. Допустим, мы с вами зарегистрированы пользователи этого сайта. И перед нами раскрывается это удивительное полотно на весь экран. И что самое интересное, обратите внимание, в правом верхнем углу картины, это же как бы превьюшкой изображение представлено. И плюс и минус. Это интерактивные кнопки, которыми, двигая которыми, вы можете увеличить изображение очень сильно и рассмотреть его детально. Для чего это нужно? Дело в том, что в данный момент мы с вами рассматриваем произведения эпохи Возрождения, а все мастера эпохи, этой замечательной эпохи, уж тем более Леонардо да Винчи, при написании своих произведений использовали символику определенную. И вот так, на первый взгляд, вы ничего не видите, я не вижу, к сожалению, ту символику, которую он закодировал, здесь вот при беглом рассмотрении не увидишь. Но как только мы с вами, например, виртуально увеличиваем эту картину, мы увидим, что младенец Христос держит птичку. Это щегол с красненькой головкой, это именно щегол. И в символике религиозной живописи, особенно религиозной живописи Возрождения, щегол означает страсти Христовой. Как известно, эта птичка клюет, питается колючками, терновыми колючками. И согласно известной религиозной легенде, когда Иисус Христос шел на голову, уже будучи свинком на голове, стерновым, птичка прилетела с щегол и стала выклевывать из венка иголки. То есть Леонардо да Винчи сам делал эту картину вот таким символом того, что маленький младенец Иисус Христос только что родился, но его ждет вот такие вот страсти страшные, и ждет его смерть во имя человечества. Заранее вот такой вот он нам символ показал. Ну а дальше, как видите, в правом верхнем углу есть крестик, и если мы виртуально нажимаем на него, мы попадаем с вами в раздел этого произведения. Написано вот, Мадонна Лита, Леонардо да Винчи, автор, год, создание, техника, размер и место хранения. Далее представлено описание. Здесь видно, что оно короткое, но для зарегистрированных пользователей, нажав читать дальше, вы увидите полностью описание. И прошу еще обратить внимание, с левой стороны под произведением есть еще две кнопки. Это скачать и добавить в галерею. Зарегистрированные пользователи могут скачать это изображение в очень хорошем разрешении, чтобы даже увидеть щегла на своем компьютере. И без водяного знака. То есть его можно использовать как-то в своих целях. А также его можно скачать в галерею. Все пользователи имеют личный кабинет. И можно создать свою галерею, скажем, изображений ренессации. Или, допустим, если вы любитель прессионизма, изображений прессионизма. Это удобно просто для человека, который любит искусство, а уже для студентов, школьников и преподавателей, которые, допустим, собираются представить цикл лекций о том или ином художественном явлении, то просто бесценно можно открыть таким образом именно то, что вам нужно, собранную коллекцию, и показать ее, скажем так, галерейным образом. Мне же представлены в галерее картин. Поскольку мы с вами попали на страницу Леонардо да Винчи из кнопки «Живопись», то внизу представлены все, опять же, картины раздела «Живопись». Вот там есть кнопку «Еще». И таким образом, пролистывая ее, мы можем посмотреть и вернуться, скажем, в «Живопись». Или же мы можем из этого раздела прийти и изучить более детально биографию Леонардо да Винчи. Для этого нужно виртуально. Мы сейчас, опять же, с вами как бы кликаем на имя Леонардо да Винчи и оказываемся сначала в галерее его картин, но, в частности, в данный момент живописи. Обратите внимание, наверху есть серый фильтр. У нас сейчас с вами выделено, что мы смотрим авторы. Вверху автор Леонардо да Винчи, слева вид «Искусство живопись». И, соответственно, 26 произведений арт-портал выдает нам посмотреть, любое из них посмотреть более детально. То есть, если мы кликнем на каждую, на любую картину, мы можем более детально ее рассмотреть. Но, если мы выключим, например, фильтр искусства живопись и оставим только автор Леонардо да Винчи, то мы уже увидим, что произведений 128, это все представленные полотна, графика и превью архитектурных чертежей Леонардо да Винчи, поскольку он занимался очень многим видами искусства. И мы можем увидеть теперь все 128, посмотреть его произведения. Ну, а кликнут на его имя, Леонардо да Винчи, мы окажемся на странице с его биографией. Здесь она, опять же, как бы представлена не полностью. Далее там есть кнопка «Читать полностью». И под ней мы видим еще три иконки, которые как раз делят все работы Леонардо да Винчи на три вида. Это живопись, графика и архитектура. Ниже представлены галереи, поскольку мы находимся на странице Леонардо да Винчи, представлены галереи всех его работ, которые мы можем найти на арт-портале. И еще я хочу обратить ваше внимание на кнопки «Ссылки», представленные снизу. Может быть, их не очень сейчас хорошо видно, но одна из них ярко выделена – это арт-отека. Слева от нее – это эпохи и стили. Дальше – жанры, страны, авторы и арт-учебник. Практически с любой страницы, в том числе со страницы автора. Или с главной страницы вы можете перейти на любой из этих разделов. И сейчас мы познакомимся с одним из них. Это закладка «Страны». В данный момент мы видим главные страницы арт-портала «Мировая художественная культура». И нажимая, получается, как бы виртуально отсюда, нажимая раздел «Страны», мы переходим в раздел, где мы увидим страны, представленные в алфавитном порядке слева. Справа, возле каждого названия страны, идет галерея работ. Причем это не только живопись, как вы понимаете, это и графика, и декоративно-прикладное искусство. Вот Грецию видно, что были вазы и так далее. И мы можем увидеть, наверное, все шедевры, которые представляют сейчас арт-порталы, принадлежащие авторам, которые родились или преимущественно работали в той или иной стране. Каждая из этих картинок активна. И из этого же раздела можно перейти на любую работу. Мы в данном случае переходим с вами, вот скажем так, виртуально из раздела «Страны», переходим, как бы опускаемся до буквы «Р» и переходим в раздел «Россия». Арт-портал представляет более 9000 изображений, произведений русских мастеров, живописи, графики, опять же, скульптуры, архитектуры и так далее. И здесь мы видим превью очень многих известных работ, вот, допустим, «Акустудии» «Фортрет Шалякина». И как бы продолжаем рассматривать, спускаемся, виртуально спускаемся вниз и продолжаем рассматривать картины. Ну, а здесь мы, получается, кликаем с вами сначала на авторы. А у нас загружается следующая страница авторы. Сверху у нас стоит фильтр «Страна России», то есть это российские авторы. На протяжении всей истории искусства нашей страны представлены здесь авторы. По повету слева вниз и галереи их работ. Вот, хочу обратить внимание, что, в отличие от остальных, вот, двух художников Аксакова и Акимова, Айвазовский выделен такой вот уголком, литьеватым уголком и аббревиатурой АУ. Это означает о том, что информация об этом художнике взята из арт-учебника, который представлен на сайте. И мы к нему еще вернемся обязательно. Ну, а пока мы с вами двигаемся дальше. Дальше мы изучаем российских авторов. В данном случае мы переходим в раздел «Стили». То есть мы здесь вышли из авторов, перешли в «Стили». Опять же, «Страна России». Наверху у нас остается фильтр. С левой стороны начинаются стили живописи. В основном стили живописи. И представлена галерея работ авторов, российских авторов, которые работали в том или ином стиле. Как видите, все очень структурно. В данном случае структурно. И мы можем изучить, как отдельно, скажем, творчество какого-то художника, неважно какого, так и изучить развитие стиля, скажем, в России. Ну, например, в России. И какие мастера работали в данном стиле. Причем для учителей мировой художественной культуры и изобразительного искусства, мне кажется, это очень удобно. Хочу сказать, что, наверное, те дамы, которые преподают, отлично знают такую смешную пословицу лекции. И во время лекций в головах у студентов каши, которые превращаются в лапшу на ушах преподавателя на экзаменах. Поэтому структурность, она в данном случае очень важна. Дальше мы переходим с вами в жанры. Ну, здесь мы переходим каким образом? Представьте себе, что мы нажимаем серую кнопку сброс. И теперь мы уже не в разделе России, а переходим в основные жанры. И они представлены здесь с учетом всех произведений мировой художественной культуры. То есть в галерее выставлены все произведения из всех стран. Ну, а под названием анималистический жанр, аллегорический жанр, вы видите в синем написано «Информация о жанре», что немаловажно. И представляем, что мы виртуально кликаем на эту запись, допустим, анималистического жанра. И оказываемся на странице, как видите, с текстом, составленным искусствоведами, который в тексте подробно рассказывается о том, как возник этот жанр и какие основные законы, какие основные шедевры были, открытые были, созданы в этом жанре. С левой стороны также есть еще две иконки, на которые они также активны. Это жанр в странах и жанр в шедеврах. Таким образом, можно посмотреть, в каких странах данный жанр наиболее был развит, как он там сформировался и кто в нем работал. И жанр в шедеврах представлен, какие именно шедевры были созданы. Вот, например, анималистические жанры мы выбираем. И страны выставлены, опять же, в буквальном порядке. Мы видим, что в Великобритании, допустим, мы очень любили рисовать лошадей и так далее. Кстати, в Осирии тоже, только эта скульптура. Далее мы переходим к закладке «Эпохи и стили». Но в данный момент закладку представлено, что мы выходим с главной страницы, то есть снизу главной страницы. И будем теперь рассматривать эпохи и стили. Основные стили, опять же, в алфавитном порядке. Авангардизм, академизм, барокко. И представлены далее превью работ живописных, архитектурных в этих стилях. Дальше мы будем с вами рассматривать, ну, например, опять же, представим, что мы виртуально нажимаем кнопку «Барокко». И будем рассматривать произведения, созданные в этом стиле. Но сначала перед нами очень такая емкая и вполне доступная статья, рассказывающая о том, как происходило развитие эпохи барокко, которая у нас шла, собственно, за ренессансом. Здесь представлены даже превью, небольшие превью полотен, созданных в этом жанре. И с левой стороны, опять же, мы видим ссылки-иконки, которые позволяют нам перейти на другие статьи, на другие информационные сайты «Артпортал», которые рассказывают о том, как развивался барокко, допустим, в архитектуре, в скульптуре, в живописи, какие авторы работали в этом стиле и в каких странах этот стиль был наиболее развит. Ну и, конечно, какие шестивры созданы в этом стиле, что тоже немаловажно. Допустим, мы с вами интерактивно, не интерактивно, а, скажем так, якобы нажимаем на кнопку, в которой написано, что стиль в архитектуре, и мы попадаем в барокко в архитектуре. Здесь у нас статья. Если представим, что мы опускаем вниз, мы увидим полностью статью. А в правом верхнем углу, как видите, есть видео. Это специально записанная видеоинформация, которую читает профессиональный актер, одетый в костюм эпохи, о которой он рассказывает, в частности, об эпохе барокко. И стоит он на фоне задника, на фоне пространства, выполненного, опять же, в стиле барокко. Это очень удобно для всех тех людей, которые считают себя визуалами, которым некогда совершенно читать, а нужно сегодня что-то рассказать. Буквально на три минуты основные сжатые информации, которые рассказываются вот так наглядно. Посмотрите, какая пышность у барокко, какой костюм, какая лепнина. Вот даже сейчас видно, какая прекрасная лепнина располагается перед потолком на планшете. И все это очень такое яркое, красивое и пышное. И таким образом о каждом стиле есть видео в разделе, где подробно рассказывается о стиле конкретном, в архитектуре, о стиле, в живописи. То есть это у каждого есть свое видео. И посмотрев его, этот зарегистрированный пользователь точно не запутается. Хотя бы потому, что визуально он запомнит, сзади, если это живопись, то актер стоит на фоне картины, представленной в данном стиле. Ну а далее мы с вами двигаемся, в каких странах, в частности, поскольку мы с вами взяли барокко, в каких странах развивалось это стилевое направление наиболее активно. Как наиболее активно? Ну мы увидим, что там много и живописи, и много и архитектурных проектов. Или же наоборот, вот в Бразилии, ну и нет почти ничего. И так далее. И, конечно, барокко-шедевры. В частности, 47, это в основном живописных шедевров, есть немного там скульптуры, архитектура, в основном живописных шедевров, каждый из которых можно открыть, посмотреть, атрибутированную информацию получить, и описание, составленное искусствоведами. Все это, опять же, очень удобно и структурировано. Ну и один из самых интересных тоже проектов, который также представляет арт-портал «Мировая художественная культура», это «Артотека». Отдельный проект, отдельно подписной, это своего рода электронная библиотека художественных альбомов, которые посвящены самым разным событиям художественным, музеям, биографиям художников, причем достаточно детально подробно такая информация, которую полностью где-то в одном месте ее нет. Она собрана с разных источников. Ну, например, вот я сейчас расскажу. Здесь в середине, если приглядеться, есть, видно, превью, картины «Последний день портей» Карла Брилова. Это интерактивный план картины. Пользователи «Артотеки» могут открыть эту картину, не только полностью, естественно, в общем разрешении, но и просмотреть каждый ее сантиметр, очень хорошо увеличено. Для чего это нужно? Никогда, я думаю, люди так детально не могли иметь возможности рассмотреть эту картину и понять, как гениально сработал художник. Ведь на этом полотне неимоверное количество персонажей. И каждая из них это своего рода история рассказа о том, что происходит. На дальнем плане, буквально там небольшие изображения, но когда их увеличиваешь, очень хорошо видно. Люди бегут, у них на лице ужас, они оборачиваются. А в другой стороне другой человек изображен, он совершенно ничего ему не страшно, у него такая хитрая физиономия, а под мишкой у него золотые кубки. То есть это вор. Он идёт, вот пока там кому-то страшно, он идёт и выносит золото из чего-то дома. То есть Брюлок гениальный творец, он создал целый мир. Но увидеть этот мир, вот просто в музее, посмотрев на картину, вряд ли удастся. Стоят люди, минуточку и уходят. А вот таким образом интервью ситуации то, что вы не видели никогда. И это очень интересно. Это касается каких-то других вещей. Ну, например, здесь есть представлены альбомы наших знаменитых музеев, скажем, театральной, Критиковской галереи. Театральный музей похож на Критиковской галереи. И среди представленных у неё художников Левитан. Ну, кто у нас не знает Левитана? Да, все знают прекрасно. Любимый всеми пейзажист, мастер пейзажа настроения. Между тем, опять же, можно прочитать удивительные факты из его биографии, собранные совершенно из других источников, рассказывающие о том, что среди его грустных, таких вот, более осенних картин есть яркие, сочные, летние пейзажи, написанные в явном восторшенном состоянии. А оказывается, он в этот период был влюблён. Конечно, короткий период, короткий счастливый период, у Левитана больше периодов грусти и тоски, и депрессии. Но вот в этот период, допустим, он был влюблён, есть картина у него такая, когда он признался в любви младшей сестре Антона Павловича Чехова. Ну, вот как признался, так, собственно, и получил отказ, и поэтому дальше опять у него пошла жизнь грустная, что мы можем увидеть на его полудно. Ну, это мы немножко отвлеклись, это я вам рассказала о том, насколько глубоко каждый журнал, мультимедийный журнал из автотеки может рассказать о том или ином художественном явлении в музее, картине, биографии автора. И надо сказать, что это уникальные материалы, которые будут интересны не только студентам, не только школьникам, но и просто интеллектуалам, просто любителям живописи, потому что многие вещи будут открываться, что называется, впервые, вы узнаете об этом впервые. Ну, вот здесь сказано о том, что это подписной проект о шетеврах европейских и американских музеев и так далее. И все это в очень большом разрешении и в оригинальном цвете, что тоже немаловажно, потому что очень часто в пространстве интернета можно встретить картины и не поймешь, какому они цвете. Но совсем не в том, в каком их задумывал автор. И, естественно, каждый альбом снабжен текстом, информацией, атрибуцией картин, то есть всем тем, что немаловажно для изучения истории изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Еще одна закладка – это арт-учебник. Это как раз вот то, что я вам рассказывала, когда уголочек такой был на Айвазовском, еще на других мастерах. Арт-учебник – это мультимедийный такой информационный модуль арт-портала «Мировая художественная культура». Рассказывает о всех стилях и направлениях, чем они отличаются. То есть там не только, соответственно, он снабжен картинками, но и снабжен текстами, блоками, которые рассказывают, вот посмотрите, сравните. Вот начало этого стиля, вот конец, вот развитие. Вот такие мастера работали, мастера – биография. И далее информационный блок посвящен музеям, в каких музеях находятся те или иные шедевры и, соответственно, собрание великих музеев, великих художников. Как видите, все это представлено в арт-учебнике. Еще раз повторюсь, это один из модулей арт-портала «Мировая художественная культура», который представляет издательский дом «Директ-медиа» на просторах русскоязычного интернета. И, наверное, это самая большая библиотека в русскоязычном интернете, библиотека всех произведений мировой художественной культуры. Скорее всего, самая большая. Ну, а сейчас мы с вами переходим к другому, к новому модулю. Он появился совсем недавно в арт-портале. Это модуль «Лента времени арт-хронограф». Я тоже, судя по прочим, занималась разработкой этого арт-хронографа. Мультимедийный, данный мультимедийный ресурс рассчитан для того, чтобы изучать историю мировой культуры, скажем так, в срезе времени. Что это значит? Дело в том, что создание тех или иных произведений, оно происходило в определенных, среди определенных событий, исторических событий. И одно влияло на другое, это однозначно. И именно таким образом, собственно, лента времени и построена. Она представляет собой пять интерактивных дорожек видов искусства и одну интерактивную дорожку истории. Всего лента времени составлена из 15 стран, и в нее загружено, как видите, более 3000 изображений. Выглядит это приблизительно вот так. В данном случае мы смотрим с вами на Россию. Вот они. Итого шесть интерактивных дорожек, пять видов искусства и история. И внизу сама лента времени. Ну, а сверху у нас двигаются карточки в основном персоналий, если мы говорим об видах искусства, потому что здесь идет рассказ через персоналии, потому что именно авторы живут в том или ином отрезке. Их произведения живут в веках, ну, а авторы живут только вот в определенном историческом отрезке времени в той или иной эпохе, ну, и, конечно, в той или иной стране. Как двигается парк хронограф лента времени, как это все выглядит, сейчас я вам тоже покажу. А пока я хочу просто вот обратить внимание, чем хорошо, чем интересно это будет изучать. Вот, например, в России, обратите внимание, вот Карл Брюл, мой любимый, на ленте живопись. И вот, увидев его, мы можем, например, вот таким образом понять, что жил этот гениальный художник во время правления императора Павла I, а одним из его современников был Александр Сергеевич Пушкин. Ну, кликнув на карточку Карла Брюлова, мы увидим небольшую информацию, увидим автопортрет этого творца и место хранения данного произведения. Ну, и как это в реальности работает, сейчас я тоже вам покажу на примере Италии. То есть, вот у нас с вами главная страница арт-портала. Для того, чтобы выбрать и воспользоваться лентой времени арт-хронограф, нужно опуститься вниз. Вот здесь вот как раз эта лента времени. Как я говорила, это 15 стран, и каждая из них представлена такой вот превьюшкой одного из видов архитектурных памятников данной страны, которая ее характеризует. Здесь, безусловно, есть и Россия, но также представлены страны, которые уже не существуют, но внесли определенную лепту в историю в развитии мировой художественной культуры. Это древний Египет, это древняя Греция, то есть, в том числе, Индия тоже представлена древняя, кстати. Ну, а сейчас мы с вами входим в Италию. И вот таким образом, вот эти шесть дорожек, пять видов искусств и история. Внизу, как видите, кнопки, они тоже цветные, и все это, каждое произведение относится к своему виду искусства. То есть, скажем, оранжевая, это архитектура, желтые, вот они вот так появляются, но мы их сейчас начнем двигать, они придут, вот, начиная с основания Рима и далее. И вот так вот мы проходим и видим все, в том числе, исторические события. Если нет какой-то точной картинки, которая характеризует данное событие, то вот такое вот общее изображение представлено. Чем, кому еще интересен будет этот ресурс? Он интересен будет студентам, которые будут сдавать ЕГЭ по истории, потому что сейчас в истории, в вопросах ЕГЭ по истории есть и вопрос относительно искусства, истории искусства. И таким образом как раз вот можно очень легко запомнить, что когда происходило. Обратите внимание, что здесь мы видим современников, современников правителей, вот, допустим, современников писателей как раз этого периода, так и во всех 15 странах. А сейчас мы с вами двигаемся ближе к эпохе Возрождения. Я хочу показать, как вот это выглядит в ленте времени, эпоха Возрождения, потому что в этот период работало огромное количество мастеров, как мы знаем, и живописи, и скульптуры, и архитектуры. И в какой-то период наступает как будто провал, нет никого. А почему? Ну, вот это просто мы сейчас открываем карточку как раз год создания Пизанской башни. И вот Чимабуэ, учитель уже очень многих из художников эпохи Возрождения. И далее мы идем. Вот начинается прото-ренессанс Джотто Дебандона. Это у нас такой вестник ренессанса. Сейчас о нем можно получить информацию на карточке. Небольшая информация, портрет его основные самые известные произведения художник-монументалист они как видите место хранения это все фрески в капелле. И далее мы двигаемся по истории искусства живопись смотрим архитектуру и вот начинается вот эта золотая эпоха вот золотая книга Венеции когда все семейства они были заказчиками как мы знаем очень многих произведений художников эпохи возрождения мы видим Мазаччо вот пошли про Филиппо Липпи Даля Пранческо появляются архитектурные вот буквально один за другим один за другим они идут Сандро Боттичелли Доминика Гелландая Леонардо Да Винчи наш любимый безусловно портрет знатной дамы ну и так далее Джорджоне Микеланджело Баонаротти в скульптуре Рафаэль Санти и смотрите что происходит в истории здесь у нас никого а в истории начинаются итальянские войны вот таким образом собственно говоря и можно понять что происходило потом срез истории а теперь наша прекрасная эпоха возрождения она начинает редеть потому что воины вот в Италии в Торпсе король Франции потому что воины это чума это холера и уже жизни людей конечно якобы Тим Торетто еще работает жизнь людей уже не такая длинная и творцам меньше остается времени творить вот опять у нас в Италии в Торксе Габсбург и опять у нас на лете времени с живописью и скульптурой опять никого практически ну вот там у нас в литературе и таким образом мы с вами видим Караваджо это уже начало другой эпохи начало эпохи барокко в Италии и таким образом вот все у нас и произошло кстати точно так же давайте посмотрим что у нас происходило с Египтом сейчас откроется Египет это тоже очень интересно в том плане что Египет уникальная цивилизация не похожа совершенно ни на что и вот у нас Египет начиная с 2800 аж 65 года и представлены точно так же вот цветные как видите кнопки соответственно внизу красная это архитектура пирамида Хеопса в какой период она появилась вот такие карточки событий пирамида Хеопса Кизи далее Асфинкс мы можем увидеть дату создания где находится и небольшое описание и проследить всю практически ну из того что известно ученым проследить всю историю культурную историю этой цивилизации погибшей и исчезнувшей но оставившей такие интересные произведения искусства и что здесь что мы можем разглядывать скажем Египет что мы можем понять мы можем понять а что произошло собственно говоря что произошло с Египтом почему он такая цивилизация которая существовала столько веков она куда-то исчезла ну вот постепенно разворачивая все эти события просматривая карточки превью разведений скульптуры в основном здесь скульптура архитектуры ну живопись конечно тоже это прески прески из различных сейчас они находятся в музее из различных захоронений ну а что если касается что произошло с цивилизацией это мы увидим сейчас под конец этого ролика мы увидим что появляются захватнические войны и эти захватнические войны европейские это римские и таким образом получается что великую цивилизацию просто поглотила другая цивилизация римская и все и нивелировала ее вот ну по крайней мере таким образом можно понять что это произошло вот здесь опять правление как эти сети здесь есть полностью правление какое известно ученым относительно всех властителей фараонов Египта и вот далее идут войны войны с народами моря вот уже вот как видите такие вещи вот и войны они и приводят именно к тому что к сожалению все цивилизация исчезла собственно надо сказать что это практически все что я хотела рассказать об этом портале который представляет в российском сегменте интернета издательский дом директ медиа предназначен еще раз повторюсь этот образовательный ресурс прежде всего для студентов и школьников который изучает мировую художественную культуру и историю изобразительного искусства при подготовке очень многих статей выпусков карточек использовались учебники которые сейчас рекомендованы для образовательных учреждений а также многие другие сейчас переведу презентацию многие другие работы научные трудилось большое количество искусствоведов и все это тестировали также ведущие искусствоведы нашей страны смотрели что где как расположены что где как является что это собой представляет потому что это собственно говоря уникальный ресурс для образования который который презентован собственно говоря русским людям пожалуйста пользуйтесь знайте что вот есть такой ресурс ну а что касается меня если у вас есть какие-то вопросы то я с удовольствием сейчас отвечу совершенно любые может быть кого-то интересует что касается подписки что касается стоимости поскольку она невысокая что касается как зарегистрироваться на самом деле вся информация есть на сайте и пожалуйста еще раз повторю это уникальный образовательный ресурс который предназначен для школьников студентов и для любителей искусства для интеллектуалов которые хотят разобираться в истории мировой художественной культуры если у вас есть вопрос пожалуйста я с удовольствием отвечу на что угодно если нет вопросов то да конечно пожалуйста еще раз повторю это был у меня сегодня дебют я раньше не вела вебинаров но лиха беда начала мне было очень приятно хотелось вам рассказать о портале над которым я также имела честь работать создавать для него контент конечно полезно безусловно потому что еще раз повторю здесь информация структурирована структурированная информация визуальная информация особенно в таком интерактивном медийном ключе она всегда запоминается гораздо лучше молодыми людьми и всеми в общем-то людьми запоминается гораздо лучше и мы можем таким образом запомнить например что Карл Гурилов был оказывается современником Александра Пушкина почти современником я очень рада что вам понравилось спасибо большое заходите на сайт артпортал регистрируйтесь выбирайте своих любимых художников читайте о своих любимых направлениях я например очень люблю импрессионистов там большая статья большие картинки которые можно рассмотреть детально как они это делали до мазочка и это вот художникам которые практикуют рисуют будет очень интересно рассмотреть как это делали потому что можно увеличить максимально и все это увидеть спасибо вам большое что вы меня слушали очень рада знакомству спасибо вам ну и всего наилучшего любите искусство спасибо спасибо